Всем привет! Итак, начнем по порядку. Все из нас знакомы вот с такими вот кормушечками для зимней рыбалки. Многие ими пользуются, но пользуются стандартным способом, когда при резком сдергивании открывается дно кормушки и корм у нас высыпается. Но при этом мы можем этим рывком испугать рыбу и также при сдергивании весь корм у нас поднимается и при течении он может уплыть в сторону. А сейчас я вам покажу способ, как переделать данные кормушки так, чтобы они срабатывали не при резком рывке, а просто дно у них открывалось на определенной высоте от дна. Высоту, естественно, мы сами будем задавать. Данным способом можно переделать и маленькую, и большую кормушку без разницы. В данном случае покажу пример на маленькой вот этой кормушечке. Ну, мы сейчас его убирать не будем, это стандартный вариант, просто оставим его вот так. И также можно вот за эту петлю крепить к основной леске данную кормушку. Итак, берем отрезок плетенки, кормушку. Сейчас будем вставлять плетенку со стороны вот этой петли. Переворачиваем и вставляем в любое из нижних отверстий плетенку. Пропускаем ее сюда. И теперь плетенку заводим в отверстие чуть выше, которое находится в этом ряду. Вот так вот. Вот что у нас должно получиться. После этого вставляем плетенку уже в следующее отверстие, которое идет в этом же ряду. Здесь его вытаскиваем. Плетенку. И теперь нам надо перекинуть плетенку в отверстие напротив. Тоже в самое верхнее. Вот сюда вот. То есть вот здесь у нас вот так проходит. Смотрим, если кормушка больше, то вот это вот отверстие будет самое верхнее. То есть надо пользоваться самым верхним отверстием. И вот здесь на одном и том же расстоянии вот он выходит. Теперь нам остается лишь привязать вот этот край плетенки к этому ушку. Вот я привязал. Смотрим, что получилось. То есть плетеночка идет. И здесь вот с этой стороны она. И теперь нам вот этот вот край надо обрезать на такой длине, на которой вы планируете, чтобы у вас открывалась кормушка от дна. То есть, допустим, если вы хотите сделать, чтобы кормушка от дна открывалась на 20 сантиметров выше дна, то оставляем 20 сантиметров. 25. Думаю, принцип понятен. Я сейчас сделаю отрезок короткий, чтобы потом продемонстрировать, как она будет работать на камеру. Отрезаем. И к этому краю привязываем любой груз. В данном случае вот у меня маркерный груз. 60 грамм. Грамм 50-60 вполне будет достаточно. Опять же, вяжем любым рыболовным, любимым узлом. Вот в итоге у нас получилась вот такая вот конструкция. Груз и плетеночка проходит через всю кормушку. Такую кормушку я называю сумасвал. Как же работает данная кормушка? То есть, опускаем ее вот как будто в лунку. И как только у нас груз касается дна, наша кормушка начинает открываться. Такой своеобразный самосвальчик. Без всяких лишних всплесков, подергиваний и тому подобное. Корм у нас ложится кучно. Также можно кормить живым компонентом таким способом. То есть, если насыпать мотыля в данную кормушку, он очень кучно ляжет на дно. Допустим, либо мотыля, либо корм сюда закидываем. Закрываем кормушку. Если у вас конструкция кормушки такая же, здесь главное при каждом опускании смотреть, чтобы плетенка у вас не зашла вот сюда, в центр этой петли. Главное, чтобы она была вот где-нибудь сбоку. И опять же, опускаем. Самосвальчик наш открывается. Отличный вариант кормушки получается. В некоторых случаях он даже будет превосходить стандартную кормушку. По функциям своим, допустим, не будет распугивать рыбу. И уже будет открываться четко на той высоте, которую мы изначально задали. То есть, эту высоту можно менять длиной плетенки, на которой висит груз. Все очень просто и легко. Кому понравился такой самосвальчик, такая кормушка, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!